Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 17 марта, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых Даниила, Александра, Павла, Иулиании, Старатоника, Иакова, Василия, Григория. Пусть мир и Божье благословение пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в благих делах и добрых начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобного Герасима Иорданского. Преподобный Герасим был родом из Ликии, это Малая Азия. С юности своей он отличался благочестием. Приняв монашество, преподобный удалился вглубь Фиваитской пустыни. Около 450 года преподобный пришел в Палестину и поселился у Иордана, где основал монастырь. Одно время святой был соблазнен ересью Евтихия и Диаскора, признававших в Иисусе Христе только Божественное естество. Однако преподобный Ефимий Великий помог ему вернуться к правой вере. В обители святой установил строгие правила. Пять дней в неделю инок проводил в уединении, занимаясь рукоделием и молитвой. В эти дни пустынники не ели вареной пищи и даже не разводили огня, а питались сухим хлебом и корнями и водой. В субботу и воскресенье все собирались в монастырь к Божественной Литургии и причащались к святых Христовых Тайм. После полудня, взяв с собой запас хлеба, кореньев, воды и охапку ветвей, финиковой пальмы для плетения корзин, пустынники возвращались в свои уединенные кельни. Каждый имел только верхнюю одежду и рогожу, на которой спал. Уходя из кельи, дверь не запирали, чтобы всякий пришедший мог войти, отдохнуть или взять необходимое. Сам преподобный являл высокий образец подвижничества. В Великий пост он не ел ничего до самого светлого дня воскресения Христова, когда причащался к святых Христовых Тайм. Уходя на весь Великий пост в пустыню, преподобный брал с собой блаженного Кириака, своего любимого ученика, которого направил к нему преподобный Ефимий Великий. Во время кончины святого Ефимия Великого преподобному Герасиму было открыто, как душу усопшего ангелы возносили на небо. Взяв с собой Кириака, преподобный немедленно пошел в обитель святого Ефимия и предал земле его телом. Преподобный Герасим скончался мирно, оплаканные братья и учениками. До самой своей кончины преподобному Герасиму помогал в трудах лев, который по смерти старца умер на его могиле и был зарыт близ гроба святого. Посему льва изображают на иконах у ног преподобного. Дорогие братья и сестры, пусть по молитвам преподобного старца Господь дарует вам мир и Божье благословение пребывает с вами. Божье благословение